Всем приветики, вы на канале Снэйл Свою, и в этом видео я вам расскажу, каких улиточек лучше заводить первыми, но какие для новичков не очень подходят, например, слишком привередливые и так далее. Просто очень часто мне в сообщениях в инстаграме и в комментариях пишут, какую улитку лучше завести, поэтому я решила снять такое видео. Но вы пока что подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, и всем приятного просмотра. Если честно, раньше на подобные вопросы я отвечала, что для первой улитки идеально подходят фулика, иммакулята, короче, охотины. Но сейчас я понимаю, что охотины не подходят для новичков, так как первый их минус в том, что сейчас очень сложно найти некоторые виды охотин с хорошими генами. Ну, например, такие как фулики, ретики, иммакуляты и пантеры. Их много наплодили, не делали отбраковки, и теперь реально очень сложно найти улитенка с хорошими генами. Второй минус охотин в том, что они очень рано могут стать полувозрелыми, ну, где-то в 4-5 месяцев, и да, такое тоже бывает, и потом вас просто засыпят яйцами. Но, как правило, новички не знают, что делать с кладками, инкубируют их, появляется на свет очень много-много-много маленьких улетят, они не делают отбраковки, продают и таким образом портят вид. Третий минус охотин в том, что для них нужен больше контейнер. То есть, например, возьмем для примера пару овумов, архохотина маргината овум, и пару охотин ретикулят. На пару охотин ретикулят нам нужно 50 литров контейнер, а на пару овумов 30 литров контейнер, так что на овумов нужен контейнер меньше. А еще, если сравнить охотин и архохотин, то у охотин более липкая слизь, а вот у архохотин она такая более как водичка. Но в интернете написано, что у архохотин меньше слизи, на самом деле слизи у них одинаковые. И архохотины становятся половозрелыми примерно в год, возможно чуть позже. Яиц у них в кладке до 10 штук, если это крупный вид архов, в кладке может быть чуть больше 10 штук. И яйца крупные около 2 см. И, конечно же, у литята там тоже появляются на свет достаточно крупненькие, такие кругляшочки миленькие. В общем, охотины не для новичков. Особенно охотины и охотины тигры, они вообще странные, могут умирать без причины. И еще живородящие виды, охотин, которые не несут кладки, а у которых рождаются живые улитята, да, таких бы я тоже не советовала для новичков. Так что, если вы новичок и хотите завести улитку, и не знаете какую, заводите или архохотин, сейчас расскажу каких, или же древесников. Из древесников я бы посоветовала плеуродонте экселленса. Очень классные тарелочки, неприхотливые, очень классные. А из архов я бы советовала заводить овумов. Это неприхотливый вид, достигает достаточно крупных размеров, и у них очень много разных окрасов ножки. Но лично я их не содержала. Это так многие улитководы, у которых живут овумом, говорят, что они неприхотливые. Но от себя я бы посоветовала родостом, они у меня уже живут несколько лет, и это мои первые архохотины, поэтому родостомы тоже очень классно подходят для новичков. У них очень красивая, кстати, зеленая ракушка вот на видео. Но если вы уже не новичок и просто хотите пополнить свою коллекцию красивым новым видом, то тут я уже ничего не подскажу, потому что все виды разные, все виды красивые. Выбирайте сами. И я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, пишите в комментариях, какое видео еще снять, и какие виды у вас живут сейчас. И всем хорошего настроения, больших улиточек. До встречи в новом видео. Всем пока-пока.